БЕНТО ТОРТ БЕНТО ТОРТИК БЕНТО ТОРТИК БЕНТО ТОРТИК БЕНТО ТОРТИК БЕНТО ТОРТИК БЕНТО ТОРТИК Многие люди его воспринимают как вкусную открытку Допустим, если это какое-то небольшое мероприятие Допустим, человек выздоровел Или он в больнице лежит Чтобы его подбодрить, можно написать что-нибудь приятное И тем более на одного человека Не нужен огромный торт Поэтому в этом его популярность То, что он маленький Можно на небольшое событие для одного человека Сколько, ребят, у вас заказов обычно в день в среднем? Например, сегодня 13 или 14 В среднем в день 10-13 Больше 10 А есть какие-то праздники? Вот, как раз сейчас 14 февраля И сейчас у нас очень много заказов поступает именно на эту дату И мы уже закрыли, потому что мы не можем физически сделать больше У нас уже есть 20 тортиков А по идее нам написало около 50 человек на эту дату Вот Физически не можете сделать? Вы работаете только вдвоем? Я одна делаю тортики Андрей делает более административную часть Он отвечает всем на сообщенной директе Помогает, да, с доставкой Какие-то такие вещи А вы одна делаете все тортики? Да, поэтому я не могу больше сделать Ну, конечно, потому что если целыми днями печь Быть и маленькой Казалось бы, маленькой, но все равно, я так понимаю Технология такая же, да? Да, технология абсолютно такая же Какого-то, может быть, меньше времени требуется? Меньше времени на пропитку самих тортиков Дизайн занимает примерно 20-40 минут В зависимости от сложности дизайна Какие самые сложные дизайны тортиков вам заказывали? Наверное, с персонажами из каких-нибудь сериалов, мультиков Сериалов? Да, был сериал сверхъестественный Там человечки Ну, это еще так нормально А вот есть игра Гиншин И многие заказывают с дизайном с этими персонажами Вот, их достаточно сложно рисовать Потому что там много деталей, разные цвета Вот А это как-то влияет на цену? То есть чем сложнее дизайн, тем выше цена? Вообще изначально нам не очень нравилась идея Что там нужно как-то еще доплачивать Поэтому мы просто сделали одну единую цену на все тортики И все, вне зависимости от сложности дизайна Кто обычно заказывает? Какая аудитория? Молодежь или, может быть, вот Андрей скажет Ну да, это полностью молодежь У нас мы посмотрели статистику У нас большинство клиентов Ну, подписчиков в Инстаграме это 18-24 Но мы постепенно расширяемся И наша ЦА, она увеличивается там 24-32 постепенно Ну, и есть люди, которые даже за 35-40-летние Даже 50-летние женщины заказывают Вот Я говорю вот сейчас вот эти бента-тортики Потому что вводя в поисковой строке слово торт Выходят именно бента-тортики И я когда смотрела Инстаграм, я думаю Что такое, что происходит, что за бента-торт Мне нужен торт на день рождения ребенка И вот я вот увидела и даже не поняла Мне вот сразу бросилось в глаза какой-то маленький размер Я вот не поняла, собственно, в чем суть Но теперь я понимаю, то есть это сладкая открытка Да, 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 можно так сказать На какие случаи обычно заказывают? Ну, помимо дней рождения и каких-то праздников Ну, вот, день рождения это самый популярный Многие заказывают на день рождения для самих себя Есть такой тренд в ТикТоке Там It's my birthday, мы слышали, под этот лук Снимают очень часто, поэтому Для себя заказывают тортики Еще помимо праздников Какие-то, может быть, значимые события Ну, да, люди там по случаю своей успешности на работе Повышение, например, да, да Там подбодрить человека Вот за последние месяцы было три заявки Там подбодрить Вот сейчас кто-то заказал на 14 февраля Там подбодрить, что у тебя нет второй половинки Как здорово, слушайте, отличная идея, между прочим Потому что, мне кажется, вот 14 февраля это вообще есть, то есть люди делятся на два типа Кто-то радуется, получает цветы, подарки, кто-то ходит злой, недовольный, делает вид, что мне все это не нужно Но вот в гламинете души хотелось бы чего-то такого То есть можно вот кому-нибудь заказать своему другу или подруге? Да, фантазия тут неограничена Мы с радостью принимаем вообще на любые темы Мы хотим разрушить этот миф о том, что тортик для праздника А тортик на самом деле это для двоих Где-нибудь пойти с друзьями, с подругами покушать И отметить просто там полгода дружбы Год дружбы Кстати, да, 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 так заказывают Есть такие тортики с крысами Да? Ты крыса, я крыса Да, 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 и подруги любят друг другу дарить И в основном это не всегда на день рождения Просто так Я подарю своей подруге Но мне очень понравилась, кстати, такая мысль, чтобы подарить тортик самому себе Мне кажется, это очень круто Сейчас, потому что у нас идет какой-то тренд на принятие себя, на любовь к себе И мне кажется, вот заказать самому себе торт, это прямо вот такой серьезный шаг У нас есть один интересный заказ Он был сделан очень давно, еще в начале, ну, осенью Девушка заказала себе на день рождения Вот в феврале, в середине февраля мы еще не подарили Она просто заказала себе с доставкой, чтобы забыть об этом И что мы потом доставили Какому привезти? Ты же забыл? Андрей даже не знает Вот, держи в голове То есть это сколько уже прошло? С... Месяца... А, в смысле это... Три-четыре Да Ну, слушайте, какие интересные люди Это вообще, мне кажется, прекрасная идея Я так любила делать с деньгами, знаете, когда заканчивается зима Я во все зимние куртки разложу 2000 рублей, где-то 500, где-то там расщедрюсь, пятеру оставлю Потом, знаете, как приятно зато зимой куртку надеть и обнаружить там деньги Расскажите, ребята, вообще, с чего вы начали? Как вообще к вам в голову пришла идея заниматься тортиками? Ну, идея пришла мне, потому что я очень люблю десерты И у меня был период, когда я все время смотрела тортики в инстаграме, корейские аккаунты Как они делали этот дизайн кремовый И вот я была поражена, что так можно делать, как это красиво Я думаю, было бы здорово, если бы у нас в ОНД такое было Это бы вообще всем зашло бы В общем А какой-то опыт вообще кондитерский был у вас? Не было опыта Я вот на протяжении года думала о том, чтобы делать такие тортики И за это время, пока я думала, я просто прошла курс по приготовлению тортиков Здорово Вот, да, думала-думала И в конце августа, начале сентября уже все решила начать их делать И, в общем, осенью это зашло в ОНД А, да Да, мы начали в октябре Да, а вообще в России этот тренд стал популярным весной и летом Вот, а у нас в ОНД подключился, получается, на начало осени Ну, то есть даже в России не так давно Да, да, конечно Прямо совсем новенький тренд А в Корее, наверное, где-то год-полтора, два года Как думаете, какая вообще тенденция развития банки тортиков? Вообще, это прекрасная идея, потому что многие люди, они кондитерам всегда пишут У вас есть там маленький тортик, а кондитеры, они делают тортики от полтора килограмм Это всегда так было, и поэтому все отказывали А всегда хочется небольшой, маленький тортик Ну, зачем большой, если у вас двое? Да, всегда так, даже в гости идешь, хочется купить какой-нибудь маленький небольшой тортик У нас какой-нибудь полоской не хочется идти, потому что некрасиво С вашим большим подарком нужно что-то покомпактное Да, 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 да А большой красивый торт, ну тоже как-то слишком Расскажите, как у вас обстоят дела в производстве Как вы, сколько у вас оборудования, много ли нужно места, пространства Сколько времени вам требуется на изготовление одного тортика? Сейчас мы чувствуем, что нужно расширяться в плане Я, допустим, за один раз выпекаю шесть бисквитов Но это очень мало, и так как у нас сейчас очень много заказов Приходится вытыкать несколько заходов Поэтому есть потребность в том, чтобы увеличить количество, не знаю, формочек и так далее В принципе, если не учитывать ожидания, то тортик готовится, наверное, два часа Ну, долго, в принципе, да? Ну, да, это если все процессы просто сложить Ну, это нормально На один маленький тортик два часа, и в день у вас десять тортиков Да, десять тортиков Ну, это же можно скомпоновать, например, шесть бисквитов я выпеку за сорок минут Они постоят в холодильнике часов пять Затем я их собираю Один тортик занимает минут десять И дизайн сорок минут Не думаете вообще, может быть, открывать какой-то цех? Может быть, коммунистерский? Очень хотим, очень сильно хотим Да, сейчас прямо чувствуем, насколько это серьезно для нас Насколько нам это нравится, насколько мы уверены в этом деле Видим отдачу от наших подписчиков, заказчиков Поэтому, да, в ближайшее время мы хотим это все реализовать Здорово Расскажите, откуда название «Наруторт»? Это что? А вот у нас Алена, она любит сериал «Наруто» «Наруто» Да, это очень угадаю Я так и подумала, кстати Первый раз подумали, вот здесь или еще когда читали? Нет, нет, когда я вообще увидела ваш аккаунт Да-да-да Вот, когда мы придумывали, очень было тяжело Алена долго думала, месяц, может быть, полтора-два И придумали за один момент, как-то идем, гуляем вечером домой, возвращаемся И начинаем мозг-штур Идем пешком и начинаем думать И в один момент я просто молча подумал, секунд 30 и высказал «Наруторт» И как бы не хотели объединять там Здорово вообще Я говорю, вот ваш аккаунт, он прямо сразу как-то бросается в глаза Да-да, как-то ничего лишнего, вот этот вот ваш белый логотип Да И я зашла, и все, и просто мое сердечко пропало И запустились мы 10 октября, случайно так получилось? Вообще так получилось просто Вообще все и название, и вообще все-все-все заказы Первые заказы, они пошли с моей страницы Тоже совершенно случайно Я пока название не придумываю, не планировала ничего делать Вот, название придумали Затем был заказ очень интересный И сказали на наше усмотрение Мы сделали с игрой в кальмарах Так получилось, что мы решили заснять рилс И нужно было его куда-то выкладывать Вот, решили создать страницу Это было 10 октября Так мы запустились Потом мы поняли, что 10 октября — это день рождения Наруто Так очень символично Как символично? Все, вы больше никогда в жизни тогда не меняете название Нет, не будем Нет, нет Будем его развивать Расскажите, как выбрать, например, наполнение? Вы делаете абсолютно любой торт? Какой-нибудь красный бархат, шоколадный? Или это всегда какая-то одна основа? И просто дело вот в украшении? У нас 5 начинок на данный момент Шоколадный с бананом, трюфельный, сникерс, красный бархат и ванильный с клубникой А морковного нет? Вот, морковный торт я очень люблю Я тоже люблю, сделайте, пожалуйста В ближайшее время, вот, как раз, наверное, на весну планируем вести морковный торт А дизайн человек, как вам пишут люди? То есть, я хочу что-то такое, там, минималистичное с какой-нибудь надписью Или как-то более четко, может быть, какие-то готовые референсы вам скидывают? Ну, нам чаще всего, конечно, готовые люди скидывают Они пишут, мы им предлагаем, скидаем свои сконшоты Потом они начинают чуть-чуть предлагать, почему не дарят И мы начинаем им говорить Напишите то, что он любит человека, и покидайте нам фотографии Если нам человек примерно уже знает, что он хочет сказать Мы ему фотографии с интернета находим, чтобы нам понравилось сделать И мы предлагаем, как правило, соглашаться уже на наш дизайн Человек или... Ну, сейчас много тортиков делают, много аккаунтов Люди просто, допустим, какой-нибудь московский аккаунт Они берут, нам скидывают, что-нибудь это такое И делаем И вы делаете Ну, да Сложные дизайны бывают? Бывают очень сложные дизайны А вы можете отказаться? Мы отказываемся от дизайнов с фотопечатью Потому что мы не делаем фотопечать, мы не делаем мастику, мы не делаем ягоды Почему? Не нравится Вот не нравится, и хочется только кремовый дизайн Это в смысле, когда расходится с каким-то вашим видением идеального торта? Или дело в сложности, может, какой-то? Нет, да, просто не нравится, как выглядит Красота Ручная работа нам надо лучше Как-то хочется свой, сохранить, да, свой личный бренд А, ну, по дизайну, когда человек отправляет фотографии, мы ему не отказываем Мы ему предлагаем как-то упростить, облегчить рисунок, сделать его чуть свободнее, чтобы рисунок дышал Вот и все, а так отказы только из-за занятости было Ну, может быть, мы все-таки найдем какие-нибудь два тортика, например, и разыграем среди наших подписчиков, представляете, как было бы здорово? Да, конечно, пусть они прямо и забирают Мы на самом деле очень любим тортики дарить, разыгрывать И всегда, когда есть возможность Здорово! На нашем аккаунте тоже дарим Мне прямо очень нравится, очень приятно Я тоже люблю вообще вас поддерживаю Дарить подарки, вообще что-то дарить, это всегда классно, так что мы разыграем два тортика Давайте, да, конечно И 14 февраля мы их подарим Подарим, здорово А дизайн, вы сами все придумаете? Да, дизайн на наше усмотрение, но мы сделаем очень красивенько, наверное, в виде середины Я вообще, я вам верю, я вам верю, потому что у вас очень красивый аккаунт, ребята Я когда, еще раз повторюсь, когда я увидела, я была просто в шоке, как это все эстетично, красиво И вот даже какое-то мое мировоззрение, мое вот видение идеальных тортов, оно вот как-то полярно поменялось Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали Я вам желаю больших успехов в ваших начинаниях Желаю вам расшириться, открыть свой цех, чтобы всегда-всегда-всегда у вас было много заказов Много людей в вашей команде Всего вам хорошего, процветания Спасибо большое, спасибо, что позвали